Доброе утро! Вы смотрите итоговую программу Вести Ульяновск и в первой части выпуска. Ульяновск на этой неделе посетил секретарь общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев. Он провел совещание касательно общественных наблюдателей на выборах президента России. Это право у них появилось на основании недавних изменений в законодательстве. А теперь наблюдение организуется неполитическое, неполитизированное. Цель организации наблюдения, наконец, добить окончательно возможности нарушать процедуру выборов. Общественно-политическая задача. Выборы должны быть предельно чистыми. Тогда к выборам будет доверие. Ульяновск область с подготовкой к мартовским выборам начала еще в ноябре прошлого года. Тогда была создана рабочая группа при общественной палате. Подписан ряд соглашений и в том числе о взаимодействии с избирательной комиссией региона. Также были сформированы списки наблюдателей. Нам передали не просто общие какие-то материалы. Нам передали по фамильный список 2894 наблюдателя. Каждый из них дал согласие на обработку личных данных, личной информации. Каждый заполнил анкету уже соответствующую. Сейчас готовят методические материалы для общественных наблюдателей, анализируя их анкеты. Главное – грамотно состыковать людей. На одном избирательном участке два наблюдателя с разными способностями. Один – переговорщик, который может уладить конфликт. И другой – человек, который может в совершенстве работать с этим устройством, который может транслировать не только фоторепортажи, если связь позволяет. А сейчас она у нас на территории Ульяновской области во многих местах позволяет вести прямые эфиры. Представители общественности пройдут также семинары и онлайн-тестирование, а затем получат сертификаты, которые и будут давать полномочия этим наблюдателям. Ульяновцы на этой неделе приняли участие в Гайдаровском форуме. Он проходил в девятый раз в стенах Академии госслужбы в Москве. Доклады на нем посвящены достижениям в экономике, влияющим на развитие регионов и государств. Первым делом губернатор Сергей Морозов поделился успешным опытом реализации проектов в здравоохранении нашей области. Прежде всего, конечно, это сердечно-сосудистые направления, потому что это наиболее актуально сегодня с точки зрения и заболеваемости, и смертности даже. И мы достаточно много проектов реализовали. Сегодня практически 90 с лишним процентов операции эндоваскулярной направленности это в рамках государственно-частного партнерства. Второе направление – это онкология. И буквально позавчера, в пятницу, мы подписали очередное в рамках государственно-частного партнерства соглашение о больших инвестициях в области лечения онкологических заболеваний. И уже к концу этого года мы построим большой медицинский центр, который будет позволять нам как минимум порядка 600 тысяч человек оказывать качественную медицинскую помощь на основе современного оборудования. Инвестиции по линии здравоохранения в наш регион оцениваются экспертами в 10 миллиардов рублей. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поблагодарила губернатора за активную позицию и отметила нашу область. Это огромный, так сказать, проект, инновационный проект, возобновляемый энергетикой, который за собой потащил, в том числе, и большой проект, и эстетичная экономика. И это вот все, конечно, несомненно, нас радует. В первый же день работы форума ульяновцы подписали два соглашения с Агентством технологического развития и Фондом развития моногородов, которые дают возможность частным предпринимателям и бизнесменам среднего уровня рассчитывать на деньги из федеральной казны, и региональной в том числе, в качестве поддержки, что привлечет в моногорода дополнительные инвестиции путем реализации проектов с участием фонда. Две недели остается до Всероссийского форума новая кооперация, которая пройдет в Ульяновске. В подготовительной стадии к нему состоялась встреча молодых предпринимателей с председателем Совета Центра Союза Дмитрием Зубовым. Начинающие бизнесмены захватили на семинар свои разработки и презентации стартапов. Лучшие проекты получат поддержку Союза и продвижение бренда за пределами региона. Потому что смотрите, сколько молодых, горящих глаз, сколько энтузиазма и сколько молодежь уже успела сделать. Им нужно помочь, объединить усилия и как, чтобы они в жизнь уже вступили самостоятельными предпринимателями, бизнесменами, людьми, которые любят не только бизнес, но любят страну, самое главное, и народу создают уникальную продукцию. По словам Зубова, задача предстоящего форума привлечь в кооперацию молодых активных людей, которые еще не определились с целями и ищут ориентиры. Ульяновская область, по мнению корифея бизнеса, подходит для этого как нельзя лучше. Ульяновская область, не потому что я в Ульяновской области сейчас нахожусь, а честно скажу, что лидер в этом направлении. Здесь очень сильная кооперация, очень активно поддерживает Сергей Иванович Морозов, губернатор. И самое главное, не только он, мы сейчас работаем со всеми руководителями региона, это просто как единая команда. У нас вот эти кооперативы молодежные растут как грибы в Ульяновской области, в разных сферах. На февральский форум заявлены 800 представителей региональных союзов кооперации страны и около 500 студентов. С начала года ужесточен контроль работы управляющих компаний в многоэтажках. Вступившие силы изменений упрощают отказ жителей от услуг организации, которая занимается обслуживанием дома. Решение об отстранении принимает жилой инспекции, но изначально инициатива должна исходить от самих собственников. Также закон ограничивает срок лицензии по управлению домами пятью годами. Раньше ограничений не было. Благодаря поправке в сфере ЖКХ начнется чистка рынков от фирм, которые плохо выполняют свою работу или имеют долги. В прошлое уйдут и управляющие компании-двойники. Это уже открытая организация, название которых совсем немного отличается от тех управляющих компаний, которые уже управляют домом. Если накапливаются долги у такой организации, на смену ей приходит другая компания-двойник и сразу же появляется в платежках жильцов без процедуры смены УК, то есть управляющей компании. Но вот из-за схожего названия многие даже жильцы и не замечают подмены. Тоже действенность и схожесть названий тоже путает граждан при выборе управляющей компании. Не буду называть названия, но у нас таких лицензиатов примерно около девяти десятков. Из них мы тоже выберем именно те, которые попадают под действие этого лицензионного требования. И в ближайшее время выдадим им предостережение о том, чтобы они это название изменили. Также будут лишать лицензии управляющей компании, чьи списки до сих пор пусты. Если на протяжении шести месяцев не появилось ни одного дома под их управлением, то жилищная инспекция обратится в суд и изымет лицензию. Право обслуживать дома могут потерять немало фирм в области, а их уже около пятидесяти. Большинство собственников поддерживают поправки в жилищном кодексе, однако считают, что до таких крайностей можно не доводить, если управляющая компания будет проявлять внимание и своевременно решать проблемы жителей. А мы же привыкли, как к старой закалке люди. К нам надо подойти, поговорить. Мы бы рассказали все свои невзгоды, показали, как работали раньше, как сделали капитальный ремонт на доме. И так бы, может, и остались бы в этом. Жители коммунальной квартиры Нарябикова-7 в Ульяновске в отчаянии обратились к нам, чтобы показать соседей Плюшкиных. Семья тащит в квартиру мусор, заваливая коридоры кухню. Даже по закону не получается решить эту проблему. Жители соседних комнат писали во все инстанции, вызывали инспекторов, ничего не помогает. По их мнению, из-за этого хлама они чуть даже не погибли. Год назад здесь был пожар, и на кухне как раз сохло вновь принесенное тряпье. Сохло, как оказалось, по горящему газу. Но и ответное чувство было чересчур пылким. Вещи загорелись, а спасатели даже составили акт о горячей любви. В день пожара газ был очень сильно включенный. Висела как раз над их плитой курско-балоневая. И мама выскочила вот прям босиком, с телефоном, набрала мне, сказала, Саша, я горю. Суд обязал собирателей добра освободить жилье от хлама. В этом случае коммунальщики согласились бы провести платный ремонт в квартире. Но ответчики посетовали, что денег у них нет, зато чудо-скарб пригодится для ремонта. Кто завалил чего здесь? Эти доски на шкафе были уже давно-давно стоят. И мы выкинем деньги, дай на шкафе. Нам? У нас денег нет. И нам денег не дают. Спор, похоже, давно перешел словесной рамки. Светлана Ковтун пожаловалась на побои от Нисунов. Женщина показала даже фото. Пока суд доделал, Александра Хвойницкая забрала маму к себе. Полиции видели у меня шрамы, ой, с рассадения. Сразу он даже посоветовал тропун, потому что я была, плохо мне было. Другого соседа Дениса Угстина также достали хваленые стройматериалы. Мужчина, плюнув на свое жилье, снял квартиру. Он уповает на судебных приставов, но мусорный воз и ныне там. Активных действий нет никаких. Пять месяцев мы судили, чтобы они только мусор. И в итоге законные требования так и не были выполнены. Судебные приставы не раз штрафовали Плюшкиных. Сейчас им светит очередное денежное взыскание. Если и оно не повлияет, то квартирный хлам вывезет организация. Либо бесплатно, либо за деньги. Ее найдут приставы. В данном случае судебные приставы будут сделать запрос для выделения денежных средств из федерального бюджета. Но любителям хлама, похоже, все ни почем. Вот и сейчас свою коммуналку они превратили в будку гласности. К микрофону они прорвались, но говорили только не о бузниках совести. Были короткие, сложенные, а их ковтун специально разорвала и раскидала в те квартиры. Раздельный мусор, европейский уровень городской культуры. Будет ли так в России? Помои в одно ведро, хлам в другое. Посмотрим. В Ульяновске так уже, по крайней мере, делают на одном из полигонов. Весь поступающий мусор здесь систематизирует. Отдельно прозрачное и цветное стекло, картон, бумага разных сортов, пластик. А отдельно помои, которые приходят на эту свалку. На полигоне во вторичную обработку уходят 160 тысяч тонн мусора. Но отходы перемешаны с пищевыми остатками, что мешает иногда сортировке и существенно влияет на экологию окружающей среды. Уже есть требования законодательства для того, чтобы жители разделяли эти отходы. Конечно, эта задача непростая. Это в том числе и обучение людей, понимание, для чего это необходимо. Изменение некого сознательного подхода к этому. Эту инфраструктуру мы также создаем. У нас есть в городе контейнеры для раздельного сбора. Конечно, это определенным образом облегчает задачу. Но при этом мировой опыт тоже говорит о том, что, к сожалению, 100% добиться этого результата невозможно. Пока сортировку мусора введут только вот на этом полигоне, за год число комбинатов подобных планируют увеличить в пять раз. Спрос на обработанное вторсырье большой. Кроме этого, на предприятии вполне серьезно говорят о создании музея ненужных вещей. Среди отходов часто попадаются старые и новые телефоны, устаревшие, но работающие фотоаппараты и даже балалайку как-то нашли с натянутыми струнами. Ну, пока это все на уровне экспериментов, но уже в этом году идея раздельного мусора станет требованием по федеральному закону. На полигонах нельзя будет закапывать и сжигать бумагу, картон и автопокрышки, а с 2021 года и бытовую технику. Горожан покупать два ведра никто, конечно, не заставит, но со временем это станет нормой, уверены разработчики проекта. В Ульяновске начали собирать сосны и ели, выброшенные после праздников. Только в Ленинском районе за неделю набрали 20 камазов. Елки отправляют на переработку, дробильный аппарат измельчает стволы и ветки до опилок, а затем древомассу используют в цитниках горзелинхозы. В селах же умельцы скармливают хвойный полуфабрикат коровам, свиньям и лошадям в качестве пищевой добавки. Более 50 тысяч туристов выбрали Ульяновск область для путешествий в новогодние каникулы. Среди самых посещаемых объектов Музей гражданской авиакции, Ленинские места, Симбирская гимназия, областной художественной музея, галерея Пластова. В среднем один турист находился в области 3 дня и потратил 10 тысяч рублей. Таким образом, в области остались только полмиллиарда рублей. Внушительные цифры это только за каникулы. Поэтому развитие туризма правительства региона считает приоритетным направлением в крае, ведь оно способствует привлечению дополнительных средств и формированию положительного имиджа в области. Ульяновск посетила делегации из Вьетнама на этой неделе. Первым делом гости встретились с коллегами из нашего регионального правительства, чтобы договориться о сотрудничестве в различных сферах. Вот как раз, например, в туризме. Жители Социалистической Республики хотят видеть ленинские места и артефакты советской эпохи, а в Ульяновске уже разработан красный маршрут, полюбившийся китайцам. Теперь по нему будут путешествовать и их соседи-вьетнамцы. Они готовы отправить группы уже в этом году. Сегодня день памяти Владимира Ильича Ульянова. Ленин скончался 21 января 1924 года в Горках в 6 часов 50 минут. Известие это потрясло мир и не в переносном смысле. Это была такая всеобщая скорбь, потому что все-таки абсолютное большинство жителей страны составляли люди, которые поддерживали в тот период и саму революцию, и саму власть в тот период. Поэтому, естественно, и реакция была. И даже здесь вот у нас в материалах представлена реакция бывшего патриарха в России в тот период Тихона, который тоже высказывал соболезнования по этому поводу, говоря о том, что он, насколько он знает, Владимира Ильича Ленина, это был один из достойных людей. Так оценивал он. Симбиряне в этот же день организовали траурную делегацию в Москву, а спустя месяц стали просить правительство страны переименовать город в честь земляка. Весной того же года просьба трудящихся Симбирска была рассмотрена, и в мае 1924 года на карте появился Ульяновск. А вот область Ульяновская возникла позже, в период Великой Отечественной войны. Причем из 13 новых областей наша была сформирована самой первой. Что еще впечатляет? Дата подписания документа 19 января. Это крещение, а именно в этот момент в эвакуации в Ульяновске находилась Московская Патриархия и будущая глава Русской Православной Церкви Сергий. Гриф «Секретно» с этого документа сняли всего несколько лет назад. Но среди исторических свидетельств эта бумага занимает главное место. Подлинный указ о преобразовании штатного райцентра Куйбышевской области в отдельную Ульяновскую область. Подробнейшим образом был составлен акт, где учитывали все. Какая площадь, какое население, сколько промышленных предприятий, какие стада коров, овец. Ну, просто до мелочей. Самое смешное, что даже было учтено, что передают в Ульяновской области три бани единовременной вместимостью 396 раздевальных мест. То есть ничего не опускалось. Всего 26 районов в годы Великой Отечественной сюда эвакуировали много предприятий из западных регионов страны, из Москвы и Ленинграда. В числе первых проектов – макеты по благоустройству некогда районного центра. В том же 43-м году родился проект городских часов-курантов. То, что мы сейчас знаем в башенке на доме Гончарова. А тогда хотели возвести достаточно большую башню над торговыми рядами. Это на месте нынешнего ЦУМа. Причем, видите, там должны были быть и какие-то скульптуры, шпиль, часы. Но, к сожалению, требовались большие деньги на составление генплана областного центра. И поэтому на такой, естественно, дорогостоящий архитектурный проект денег не нашлось. Многоликую историю современникам представили во всех формах культурной жизни. За их, казалось бы, повседневными делами – будущее региона. Я горжусь, что я живу в Ульяновской области, потому что именно здесь созданы все условия для развития молодого специалиста в области образования. Благодаря моему коллективу, коллективу «Моя школа» я сумел завоевать много наград в профессиональных конкурсах. Практически полноценную свою жизнь отдал развитию молочной отрасли в Ульяновской области. Привожу самые лучшие проекты и внедряю на своей земле. Потому что это мой родной край, малая моя родина. Я бы хотел, чтобы мои внуки и правнуки в будущем, чтобы жили на этой земле, работали и никуда не уезжали. Много за границей побывал. Но вот на сегодняшний день таких условий для развития спорта, как в Ульяновске, нет нигде в России. Всему, чему я научился, какие получил знания, я получил здесь, на Ульяновской земле. И стараюсь их передать своим детям. Я счастлив, что уже более 50 лет тружусь в этом городе, в этом театре, в этой области. Здесь я сформировался как актер, как личность, как гражданин. Достойных современников в этот юбилейный день будут чествовать региональные власти. В день рождения области это уже традиция. Государственными и областными наградами отметят за достойный труд и активную общественную позицию. В понедельник утром загорелся деревянный дом на Рылеево 34, который рядом с БСМП. Памятник архитектуры был офисным зданием, и на момент происшествия там находились три человека. Все они спасены. Огонь тушили 45 сотрудников МЧС, а пожару был присвоен статус повышенной сложности. Пламя удалось погасить спустя несколько часов. Соседние здания не пострадали, а причина пожара устанавливается и идет по счет ущерба. Ульяновский священник Константин Пашин отправился на 6 лет в колонию за педофильское порно. Судебное заседание проходило с закрытыми дверями. Страна обвинения доказала, что бывший сотрудник газеты «Православный Симбирск» распространял материалы с обнаженными детскими телами. Закон за это карает строго. Закон Божий, судя по Библии, предлагает кару пострашнее. Студенты летного вуза выложили видео в интернет, снято ими в общежитии. Ролик создан в стиле известного клипа, который, видимо, попытались пародировать курсанты. Творчество попало в топ новостей страны, вызвав общественный резонанс. Часть граждан осудили поступок, другая часть посчитала видео непримечательным и не стоящим даже внимания. В вузе в этот день был устроен разбор полетов. Ректор заявил, что курсанты оскорбили честь летного вуза и опозорили форму. О санкциях в отношении залетчиков неизвестно. В данный момент ребята продолжают учиться. Прославиться можно не только идиотскими выходками, но и талантом. Любовью к делу, которая принесет пользу остальным. Ульяновский школьник Адель Шакеров – изобретатель. Он конструирует модели летательных аппаратов, программирует их и мечтает, что его проекты станут нужными в будущем. 21 век эра современных технологий. Беспилотные летательные аппараты стали неотъемлемой частью нашей жизни. Например, сейчас меня снимает камера, установленная на квадрокоптере профессиональном. Им управляет непосредственно человек. Однако есть и беспилотники, которые сами задают себе траекторию. Один из таких аппаратов изобрел школьник из Ульяновска – Адель Шакиров. Адель, расскажи, пожалуйста, что это за аппарат, за агрегат и как он работает? Чему сам выбирает, куда ему лететь? Ну, это автономный квадрокоптер. Он летает по плану у сделанных планировщики полетов с помощью телеметрии и GPS. Он отличается от профессиональных тем, что в него загружены не 2D карты, а 3D. И поэтому он летает по ней более точно и не нуждается в сонарах. А теперь вернемся на несколько часов назад. Заволжский район, 72-я школа. В классе Аделя начинается урок физики. Учитель проводит устный опрос. В это время кто-то традиционно мечтает стать невидимкой. Другие судорожно повторяют пройденный материал. А вот юный инженер, не переставая, тянет руку и искренне переживает, если преподаватели в очередной раз дают слово одноклассникам. Интерес к точной науке, признается Наталья Духлинкова, у Аделя заприметила с самого начала. Ребенок особенный, но знать программу должен каждый. От этого и не получается устроить бенефис. Здесь требуется индивидуальный подход. Необходимо выявить такого ребенка и направить в нужном направлении. Потому что такие дети могут потеряться и просто не найти себя в будущем. Эта задача не столько педагогов, сколько родителей. Отец Аделя перечисляет увлечение сына. В свои 13 помимо инжиниринга он занимается плаванием, посещает дополнительные занятия по школьным предметам, занимается в музыкальной студии. Весь этот список парень выбрал сам. Главное поддержка. То есть если он выбрал свой интерес в этом направлении, то пусть он там шагает. У него это больше получится. И если я буду свое навязывать, у него не будет интереса. В лаборатории. Так Адель называет свою комнату. Также есть микрофон для записи вокала, пульт диджея и синтезатор. В свободное время семиклассник посвящает музыке. После Адель возвращается к рассказу о своем новом изобретении. Перед сборкой квадрокоптера рисовать схемы на бумаге не пришлось. Ну черчеж тут на самом деле не нужен, потому что рама сразу же есть. Тут закрутить, спаять, подключить и программировать. Дальше. Также непринужденно. Адель вплетает в рассказ множество терминов, которые большинству людей без профильного образования непонятны. В итоге приходим к самому главному. Автономный квадрокоптер не просто игрушка. Этот аппарат задуман для куда более важных задач. Часто в городе бывают пробки. И аллергику может срочно понадобиться какой-то медикамент. Скорый может не успеть. Тогда медикамент загрузят в коптер, и он долетит непосредственно до больного. Грузоподъемности хватает. После подробного рассказа об агрегате выходим в поле испытать квадрокоптер. Перед запуском Адель делится мыслями насчет нашумевшего закона об обязательной регистрации дронов. Отмечает, что его изобретение не превышает установленную для свободных полетов массу. А в будущем, возможно, как раз эти пункты появятся, я считаю. Но слежение за коптерами будет жестче. То есть летать можно? Пока да. После недолгой подготовки дрон поднимается в небо. Сегодня Адель взял управление в свои руки. Процесс автономного полета необходимо доработать. А это еще череда испытаний, к которым семиклассник из Ульяновска готовится не первый месяц. В 21-й школе прошел этнический марафон. Ученики надевали национальные уборы народов по Волжии. На переменах рассказывали одноклассникам о традициях и укладе этносов Симбирска. Было интерактивно и познавательно. Звонок объявил перемену, но в школьных коридорах не слышно привычных разговоров. Народная музыка увлекает ребят в русский ручеек. Старинные забавы быстро сменяют татарские песни и чувашские пляски. Колорит добавляют национальные костюмы. Школьники мастерили их собственными руками. Это налобная повязка, которую носили чувашки-девочки, маленькие девочки. Она очень богато украшалась монетами и бисером. Чуваши очень долгое время были язычниками. Налобная повязка масма играла роль даже оберега. Защищалась, что она защищает от злых духов, привлекает добрых духов и даже снимает головную боль. Чувашки в это верили. Во что еще верили, рассказывают сказки да предания. Книги здесь на национальных языках. Без внимания не остается ни медовый чак-чак, ни баранки у русского самовара. Экспонаты для этого фестиваля школьникам помогали подготовить родители и педагоги. Здесь представляют и собственные семейные традиции. Вообще у нас с семьей мы разговариваем практически всегда на татарском. То есть вот каждый там выходной навещаем бабушек, дедушек. Ну и мама постоянно варит национальные татарские блюда. Там суп, лапша и прочее. Вот такие чак-чак, перемеч, печ-печ-маки и все. Ну да, мама у меня очень гостепоимная. То есть вот даже друг, когда приходит ко мне, он не остается не голодным. Наша школа, так же как и наша Ульяновская область, многонациональна. У нас учатся и русские, и татары, и чуваши, множество национальностей. И мы стараемся соблюдать традиции всех народов, поддерживать и изучать традиции. Исторические квесты, фестивали, творческие встречи, почти полторы тысячи мероприятий в преддверии юбилея Ульяновской области. Каждый день этого марафона под новым девизом. Это узнаваемые строчки гимна 73-го региона. Основная задача, чтобы ребята не только вспомнили историю Ульяновской области, но и поняли, что они являются частью нашей области, частью нашей малой родины. И представили себя в будущем, то, что они могут сделать для своей области. А потому финалом в этом большом историческом марафоне станут встречи с успешными и популярными современниками. Это спортсмены, бизнесмены, творческой интеллигенции, те, чей успех стал основой процветания Ульяновского региона. Кристина Гафонова, Алексей Прохоров. Вести. Ульяновск. В Ульяновске завершился 10-й юбилейный фестиваль «Рождественская звезда». Участие в нем приняли 3000 конкурсантов, но в финал попали не все. Победителей и призеров награждали в Центре детского творчества номер 3. Номинации самые разные. Вокал, инструментальное творчество, хореография и художественное слово. Отбирали даже лучшую компьютерную презентацию. Галоконцерт был теплым и торжественным, соответствующий своему названию. В пятницу православные христиане отметили крещение. По сложившейся традиции в прорубях, конечно, церковь, правда, не поощряет эту забаву. А вот в храмах прошли торжественные службы, священники осветили воду и благословили прихожан. Ночь прошла тихо и без происшествий. Буквально за несколько дней до крещения температура воздуха была достаточно теплой для середины января. Спасателям даже пришлось дополнительно наращивать лед возле Иордании для безопасности тех, кто придет на крещение. Однако в ночь на 19 января температура воздуха опустилась примерно до 20 градусов ниже нуля. Если не классические крещенские морозы, то что-то очень близкое к ним. При этом из-за тех же капризов погоды сама церемония окунания в прорубь была под угрозой. О чем, с сожалению, говорят и представители церкви. Морозы только подошли, подступили, поэтому проблема в том, в толщине льда. То есть до последнего было неизвестно, получится ли вообще прорубь прорубить. Поэтому, слава богу, погоды все-таки усугубились, морозы и прорубь прорубили. Но единственное, вот МЧС нам все-таки не разрешает, так скажем, массово выходить на лед. Пусть в этом году было не так многолюдно, как год назад, но все же к Ордане на Свияге возле автомеханического техникума пришло достаточно много ульяновцев. Многие в первый раз. Первый раз купаюсь, ощущение потрясающее, что-то несравнимое вообще ни с чем. Ну все-таки как можно описать ощущения? Холодно. Как заново родилась. Да, как будто бы что-то вот новое. Первый раз, ощущение незабываемое, но очень холодно. Не, не первый, как бы каждый год, но первый раз в проруби, обычно в купеле. Основной поток желающих окунуться в прорубь с 11 вечера до 3 часов ночи. Мы спешимся, прогоним серединку, встаем, там дно есть. По словам спасателя Ильдара Фатхудзинова, он уже пятый год работает в Крещенскую ночь. Главное, сохранять спокойствие, признается молодой человек. А еще нужно быть доброжелательным к людям, поддерживать их и подбадривать. Пора контролировать сам процесс, и чтобы люди, если у кого-то сердце, может быть, еще что-нибудь, какие-то болезни. И чтобы все было правильно, аккуратно. Другое популярное место крещенских купаний на Свияге возле госуниверситета. Здесь предлагают горячий чай, разводят на берегу костер, играет музыка и много молодежи. Все же студенческое общежитие рядом. Иностранный студент, вооруженный мобильным телефоном, судя по всему, ведет трансляцию в сеть интернет, о необычной для него русской традиции. К проруби же здесь подходят в том числе и любители холодового плавания, которые на этом месте обычно и проводят свои занятия. Зимой окунаюсь постоянно, потому что я морж. А в Крещении особенное окунание, очищение души и тела. И ощущения необычные. Купания необычные, несравнимые с каждодневным нашим купанием. В храмах же после того, как воду освятили, за ней сразу выстраивается очередь. У верующих к крещенской воде особое отношение. Ее употребляют, как правило, натощак. На этом все. Вы смотрели итоговую программу «Вести Ульяновска». Увидимся в следующее воскресенье в это же время на «Россия-1». До свидания.